Девушки отдыхают Я не похож на задорного покойного Который мог бы Знаю эти темы Так бы высек со смехом Что было бы больше толку Чем от моего терроризма Вот Поэтому постараюсь сегодня Немножко улыбаться Ну посмотрим Итак, вебинар номер 8 Вот Пойдем дальше смотреть Исчезающее чудо-вишня России Вопрос с вишнями не шуточный Перед вами один из сангородских авторитетов Тотаров Я буду коротко Он продает свои саженцы Там на заднем плане саженцы из Средней Азии Вот видите В чем разница Да разница в том Что Владимир Александрович Их вырастил своими руками А я фильм снял Поэтому меня на мякине не проведет И это все растет в его саду Великолепно Кубанская комета Заметьте Я ничего не рекламирую Тут трудно разобрать Как Название Главный смысл Любительские снимки Настоящие саженцы Да такие саженцы Что Любо-дорого И тут же рядом саженцы Которые там Гораздо больше В 10 раз Которые все Умрут до одного Вот Меня спрашивают Как отличить А отвечали Двое Отвечало Я рассказывал Как анекдот Уже раза три В своих фильмах Сидит дама Вот То ли Росгос То ли Техно То ли Сельхознадзор То ли Этот самый Как он еще Есть Похожий Называется Там Применяется Слово Потребно Надзор Я в них не разбираюсь Они хорошо живут Люди Травятся А им Побарабанят Понятно Она по телевизору Абаканскому Выступила Следующим образом Ей спросила Ведущая Улыбалась Такая очаровательная Это было Года 4 назад Я сам Слышал Своими ушами Она сказала Плоханьте Саженцы Берите Это Сибирские Хорошие Рослые Прекрасно Выглядят Саженцы Это значит Из Средней Азии Когда ее спросили А вы что Не запретили А почему Не запретили Не имеем права Ну в общем Никогда не слышал Чтобы в таможенный союз Входил Узбекистан Тазикистан Но на вопрос Я ответил так Это она ответила Что я не нашел Другого примера Как найти эту фотографию Самодельной фотографии Это и есть Один из признаков Хорошего качества Ответил на вопрос Теперь так Значит Я умудрился продать И помните Я рассказывал В прошлом семинаре Об уникальных вещах Самое сырое место В моем саду Вот Прекрасно себя чувствует Маньчжурский абрикос Это он Подвойный Начал Когда погиб Вот эта ветка Он начал Распустился Получил простор Вот Срезал 15 веток Продал Аж одну То есть Сколько бы Ленинград Псков Новгород Эстония Литва Латвия Там тоже Мои друзья И клиенты Вот Не стонали Что у них Сырой климат Если кто-то Не вот эти ветки Не вырастет с них Не привет их На что угодно На тер На сливу На Чуть я не сказал На вишню На Это самую На лучу На Абрикос же Получит Скромные сорта А может не скромные Все таки Вы знаете Какое Давление Оказывает Ген На него Вот этот Роскошнейший Королевский Абрикос На эти ветки И вот тогда Когда он получит С них косточки Когда он Как бы Для маточных Осадок То есть Проведет Работу Вроде моей Но Следующий этап Выявлен Невероятный Аномально Полезный Манджурский Абрикос Который Не гниет И Следующий этап С него семена Семян Саженцы Саженцы Подадут Снова Семена Длинная История Ну короче Один чернок Купили Вот это Пока Для Многомиллионного Так называемого Северо-запада А добавьте Лучший питомник Получив Получив должность Не должность Получив Профессию Агроном Закончил Даже не техником Как сейчас Называют По-дебильному Ему На все Оставшую жизнь Суждено Вот так Выращивать Саженцы Абрикос Больше Больше Никого Нет И вот Вы Видите Что Делается Вот С этого Момента Идет Прививка Что Отстают По развитию То есть Где-то Распустились Листья А прививка Только начинает Почка Лопаться Вот Правильно А осталось Добавить Что Они Возревают К зиме Это же Эмигранты С юга Раз Это же Короткое Лето Два Вот Отсюда Массовая Гибель Об этом Никто Не А только Железов Старший Умудрился Используя Эти бутылки Сделать Что Они На месяц Раньше Опережают Развитие Заметьте На месяц Позже На месяц Раньше Вот эти Разницы Два Месяца И Получается Что Правильно Делают Эти Самые Продавцы Вот Это Продавцы К сожалению Саиногорские Я всегда Хвалил Почему Отрезаны Листья Сожухнуты Черт Ас-2 Продаш Отрезаны Казалось бы Нормально Теперь Уже Не надо По железу Делать Обрезку То есть Половину Крону Убирать Верхнюю Половину Отрезать Почему Листьев Нет Испарения Нет Прекрасно Приживется Черт Ас-2 Почки Не Вызрили Без листьев Уже Не Вызриют Вот Эти Инвалиды А потом Ну Что Делать Стоит Человек На рынке К нему Подходит При мне Сколько Раз И Говорят У меня Погиб Он Может Еще И сам Загубил А Вместо Рынок Морду Не набьют Но А второе Поддерживать Надо Надо Вручать Свежий Саженец Получается Что Если Годом Раньше Продал Саженец За 600 А тут Вручил Еще Вместо Погибшего Свеженький То Получается Он Стоил Не 600 Рублей А 2 За 600 А значит 300 И это Сплошь Рядом У нас Потому Что Наши Ребята Не Прячутся Вот Это Не Интернет Магазин Который Это Дрова Привозит Со всей Планеты Вот Так Вот Пожалуйста Пример Видели Корни торчат Вот Это Значит Не В лес Значит Обрезка Обязательно То есть Уже Не Вызреет Если Целиком Посадишь Корни Нарушены Без земли Правда Аккуратно Будет Разрезано Все равно Надо Делать Обрезку Пойдем Дальше А вот Они Уже Обрезаны Приготовленные К поездке В Красноярск Вот Это Качество Кстати Пожалуйста Чем Мы Располагаем Это Самые Морзостойкие В мире Сенцевые Персики Вот Они То 40 Градус Пережили Я Специально Это Значит Что Они Не Только Где Вот Тут Уровень Снега Был Это Значит Что Они Не Погибли Даже Выше Уровень Снега Они Должны Были Погибнуть 26-28 Градус Это Мнение Крупнейшего Специалиста России Предел Морозостойкости А Такая Погода 26-28 Это На Юге Там Бывает Похоже Поэтому Персиков Нет В России Я Хотел Сказать Ну Теперь Смотрите 28 градусов Вот Отсюда Отталкиваться Уже Можно А Это Большая Часть России Я Имею Ввиду Россию Не Включая Этот Самый Приполярный Район Имею Ввиду Россию Среднюю Это Все Уже Может Быть Вот Пожалуйста Так Идем Дальше Значит Это Не Я Я Не Я Не Помогал Ей Ничего Она Про Меня Ничего Не Знает Сейчас Не Знает Я Выслал 300 Фильмов На Телеканал Где Она Ведущая Вот Телеканал Бобер Вот Вряд ли Она Хоть Один Открывала Почему Потому Что Вижу Что Делается Когда За 200 Лет Не Прибавилось Ни Одного Совета Смотрите Что Получается Значит Дальше Секреты Так Энциклопедия Вот Это Самое Страшное Дело В том Что Я С этого Начинал Я Человека Советского Любое Напечатанное Слово Было Истинной Последней Станцией Это Правильно Было Все Проходило Такую Обкатку Что Что Вы там Разве Пропустят Что Нибудь Там Редактора Нет Никогда Я Был Верил Этому Вот Эта Вера У стариков Старшего Поколения Перешла И в 21 Век И Что Получилось Получилось Что Любой Человек Абсолютно Ничего Не понимающий Садоводствия Так Знающий Набор Классических Приемов Который Может Пойти Попросить Где-то Саженец Или Купить Его Тут же Выкопать Ямку Посадить Его При этом Безуродовать Вот И Издавать Книги Вот Это Самое Страшное Но Я Этого Не Просил Я Не Собирался Вам Про Это Рассказывать Пришло Пришли Фотографии На Мой Почту И Просьба